Член Думского комитета по гражданскому уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Рафаэль Марданшин прокомментировал для Inform24 некоторые аспекты послания президента Российской Федерации. Хотел бы отметить, что в послании президента основной акцент был сделан на событиях года, а именно воссоединение Крыма с Российской Федерацией и упор делался на то, что решение, которое было принято и со стороны Республики Крым и Севастополя, а также то, что сделали российские власти, а именно законодательное обеспечение воссоединения Крыма с Российской Федерацией, и Федерации было важное, необходимое и самое главное правильное решение. И вот мы в этом постепенно еще раз убеждаемся. И второе, на что я хотел бы обратить внимание, в послании одним из важных и первоочередных звучал посыл о том, что нам нужно развивать экономику, нам нужно создавать наиболее благоприятные условия для развития бизнеса, прекратить кошмарить бизнес. И в первую очередь это обращение было направлено нашим контролирующим и проверяющим органам, чтобы предприниматели могли спокойно работать, и те предприниматели, которые зарекомендовали себя как добросовестные предприниматели, чтобы их освобождали на три года от всяких проверок. И это, конечно же, правильно. И кроме этого, конечно, нам необходимо сократить количество проверок и изменить сам подход к проверкам бизнеса. От, скажем так, карательного подхода к проверкам бизнеса переходить все-таки к порядку проверок профилактического порядка. И, конечно же, в связи с этим мы будем стараться в ближайшее время внести в Государственную Думу ряд законодательных инициатив, направленных в том числе и на изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в плане касающихся проверок, а именно в случае, если предприниматели, работающие по патентной системе, подвергнуты проверке, или если они не успели в срок заплатить установленные платежи, то предоставить им возможность не закрывать их предприятия, а продолжать свою деятельность после уплаты соответствующих платежей и штрафов. Ну и, конечно же, большой акцент в послании президента уделил. Это здравоохранение, это образование, это культура. И это очень большая работа предстоит в том числе и Государственной Думе по работе в этом направлении, по созданию законодательного обеспечения именно развития вот этой социальной сферы.